Кинорежиссёр Андрей Смирнов готовится к съёмкам нового фильма. По сюжету это история любви, которая завершится в марте 1953-го. О поисках подлинных деталей в Бутырской тюрьме. Репортаж Ксении Егоровой. В одном из шкафов сделали вот такую дверь, чтобы прикрыть поход в музей. Дверь через книжный шкаф ведёт в Пугачёвскую башню Бутырской тюрьмы. Именно здесь расположен и тюремный музей. Портреты знаменитых узников. Конструктор Королёв и самбист Ощепков. Маяковский и Толстой. И многие другие. Это сплошь выдающаяся. Боже мой. История за два с лишним века собрана здесь. Для кинорежиссёра Андрея Смирнова такое путешествие по казематам первое в жизни. Интересуется больше не древностью, а современным положением дел. Мы не превышаем. Вополнение 1847 человек. Старейшему тюремному замку России Бутырскому в этом году 250. Здесь собраны исторические документы и артефакты. Вот он вставлялся. И, значит, ну, к сожалению, не работает. Но принцип работы вот такой. Я в основном этот материал знаю. Основные наши авторы, классика. Это Солженицын. Это Шаламов. Это Домбровский. Но этого мало. Необходимо и почувствовать это. А вот эту камеру, да, есть некоторые виды у нас камеры, так называемые, ну, так, под особым контролем. Интерес к кинорежиссёра Андрея Смирнова не праздный. Причина, по которой он здесь – поиск фактуры и деталей для нового фильма. Мы с вами, между прочим, не где-нибудь, а в кабинете начальника. У меня один из героев – сержант госбезопасности. И я должен понимать его жизнь, знать порядок его жизни, знать, что им было дозволено, а что нет. Тут они отбывают наказания, это обычно. В таких условиях они должны открыть наказание не менее полугода. Пройтись своими ногами по этим коридорам, заглянуть в камеру, почувствовать. Здесь, прежде всего, то, что чувствуют люди запертые здесь, которые отсиживают здесь свои сроки, ну, очень важно. Детали будущего сценария Андрей Смирнов пока не разглашает. Известно лишь, что это будет романтическая история. Контекст – послевоенная страна и судьбы людей, оказавшихся в жерновах системы. Вот были шарашки Сложеницына, в том числе, вот одна из этих шарашек была здесь. То есть их свозили со всех шарашек. Это авиационные шарашки «Втушино», это химический завод на шоссе «Энтузиастов», пороховой завод на Коломенской. Полностью сценарий своего нового фильма кинорежиссер Андрей Смирнов планирует завершить уже к концу этого года. Финалом его истории станет 6 марта 1953-го. И, возможно, это всё же будет история о поиске свободы. Ксения Егорова, Денис Остапчук, Евгений Шевчуков. Новости культуры.